Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня в программе Очевидец принимает участие краевед Известный человек довольно в широких кругах Потому что он автор блога, который ведет много лет Это Александр Ржавин Добрый день, Александр Добрый день И тема у нас сегодня это архивы и такие мифы и истории Которые вот такие люди, как Александр Могут и умеют раскрывать, опровергать и так далее Но в частности, один из таких мифов или непонятных сюжетов Был связан с именами Янисов Фабрициусов Которых было на самом деле среди латышских стрелков двое Как минимум Да, как минимум И вот один из них, который действительно прославленный полководец Герой гражданской войны Погибший на Черном море во цвете лет У него в биографии были такие неточности Которые Александр установил, поехав аж на Сахалин Вот что это была за история, Александр И как вы смогли докопаться до истины О биографии Яниса Фабрициуса Героя гражданской войны Хотя все они, наверное, были героями Оба, как минимум, известных Яна Фабрициусов Несомненно, были героями Большое спасибо за громкие слова Там до чего-то докопался и так далее На самом деле было бы приятно до чего-то интересного и громкого докопаться Но деятельность краеведа, она порой связана с тем Что мы устанавливаем небольшие маленькие штришки к биографии Которые позволяют нам что-то уточнить И предваряя рассказ о Фабрициуса Я бы просто хотел рассказать в общем Что такое история Поиск архивов, как он важен для нее Дело в том, что часто бытует мнение, что история – это не наука И что историки, они все выдумывают И как хочешь, так историю и напишешь Продажная девка империализма В том числе, хоть это и к разным наукам применялось Нет, история, на самом деле, конечно же, наука История использует, применяет научные методы Для исследования своего предмета В чем же разница? Естественные науки, там все просто Химия, физика Мы можем повторять один и тот же опыт кучу раз И он будет все время давать один и тот же результат При одних и тех же условиях История же, она чем интересна? Что мы здесь не сколько исследуем, сколько расследуем На самом деле история, она где-то балансирует Между наукой и криминалистикой Потому что историк, он выясняет, что было в прошлом Он реконструирует, восстанавливает прошлое И он действует фактически как следователь У следователя есть улики, у следователя есть свидетельские показания Выслушивает их, улики относит к криминалистам Сопоставляет, делает выводы и находит преступника Или, к сожалению, не находит У историка все точно так же У него есть какие-то материальные предметы, дошедшие до нас из древности У него есть свидетельские показания в виде мемуаров или документов Так далее, конечно же И он их изучает Опять же, понимая, что из себя представляет данный документ или предмет Насколько ему можно верить Обязательно, конечно же, нужно их перепроверять Каждый документ в отдельности, мы не можем ему верить Он может врать Иногда сознательно Да А иногда просто заблуждаться Ну говорят, что во времена Хрущева было массово организовано взбросов То есть фальшивых документов, которые на самом деле находятся и сейчас в архивах И которые вызывают сомнения с точки зрения их подлинности Ой, если бы только во времена Хрущева На самом деле вся человеческая история связана с тем, что некоторые люди придумывали документы для того, чтобы добиться каких-то целей И, конечно же, здесь очень важно, повторяю, именно каждый отдельный источник перепроверять другими Потому что один источник, мы ему не можем сказать, мы верим ему или не верим Он должен найти подтверждение каких-то других Конечно же, пересечения различных документов дают нам более-менее объективную карантину Но уходят в прошлое не только люди, в прошлое уходят документы Документы гибнут в войнах В пожарах В пожарах В несчастных случаях просто там протекла крыша и документ пропал И, соответственно, лишаясь каких-то документов, лишаясь каких-то свидетельств Мы иногда, к сожалению, можем делать неверные выводы исторические И поэтому, да, один историк на основе каких-то документов сделал такой вывод Но другой историк ввел в оборот следующие документы и на их основе поменялось все У людей со стороны кажется, о, один историк это, другой это можно что угодно Сочинять, говорить и ничего, ну, никакого основания нет На самом же деле эти историки очень долго сидят в архивах Работают очень много времени, находят документ И, о, мы вдруг что-то узнали ценное для нас Что же случилось с Фабрициусами в моем случае? Мы все знали же его революционные деятельности в общих чертах Находясь здесь, в Латвии Мы знали, что он в свое время находился в ссылке Сибири на Дальнем Востоке И просто это как-то, ну, никогда не принималось так серьезного внимания Потому что было, конечно же, гораздо интереснее его деятельность во время гражданской войны Потому что он считается первым советским деятелем Который был четырежды кавалером Ордена Красного Знамени На тот момент это была... Высшая военная награда И долгое время единственная вообще награда в Советской России, в Советском Союзе Но вдруг с друзьями, спасибо им большое Я посетил Сахалин И в Южно-Сахалинске, в музее На меня смотрит портрет Яна Фабрициуса Да, с теми же самыми усами Молодого усами Да, с теми же самыми его усами знаменитыми Но одетого по гражданке Начинаю изучать его, соответственно, в Сахалинский период И вдруг выясняется, что в советское время считалось, что в это время он был вроде бы на фронтах Первой мировой войны Но сахалинские документы показывают, нет, он в это время был в Сахалине Именно на начале еще даже 1917 года устанавливал там советскую власть Он там очень знаменит был В некоторых населенных пунктах до сих пор улицы носят имя Яна Фабрициуса То есть человек там хорошо известный И вот, начиная это сопоставлять, начиная искать другие документы, которые бы показывали, а кто вообще был латышским стрелком по фамилии Фабрициус И вдруг выясняется, что было как минимум два Яна Фабрициуса, которые действовали примерно в одно и то же время Один из них, Ян Фрицевич, знаменитый революционер, родился в 1877 году А другой, Ян Фабрициус, который был не Фрицевич, а Мартынович Он родился чуть позже, он был латышским стрелком, воевал, храбро воевал, был награжден в 16-м году Но в начале 17-го, к сожалению, умер от ран в Рижском госпитале и похоронен на нашем знаменитом Рижском братском кладбище Так вот, вероятно, историки, когда изучали биографию Яна Фабрициуса, нашли какие-то документы, в которых фигурировал вот этот его младший тезка Младший, точнее, тезка и однофамилец И посчитали, что это, наверное, документы были без отчества Посчитали, что это тот самый Ян Фабрициус Тем более, что да, он тоже был на фронтах, он тоже в конце 17-го года вернулся в европейскую часть России И вот так наложилось, и долгое время в Советской считалось, что вот... Образовался миф Да, ну, миф, так скажем, ошибка, возможно Миф, потому что очень громкое слово, ошибка, неточность На основании чего она? Вероятно, неверно были интерпретированы документы Мне это заинтересовало, я теперь хотел изучить А в каком родстве, возможно, состоят эти Фабрициусы? Самое первое, куда мы обращаемся, чтобы исследовать корни наших знаменитых латвийцев Архив – это метрические книги, ревизские сказки, данные переписи первой всероссийской 1897 года И вдруг выясняется очень интересный момент А эти документы оцифрованы, или вы вот ножками идете в архив, запрашиваете метрические книги И начинаете вот фолианты эти перелистывать? Верный вопрос. К счастью, у нас в Латвии основной массив, связанный с метрическими книгами, с церковными книгами, с ревизиями, оцифрован и находится в свободном доступе в интернете Есть сайт radurakste.archive.lv Запишите все, кому нужно Очень легко, на самом деле, найти в гугле, главное запомнить слово radurakste Вот, заходите туда и изучаете Перед вами открывается огромное море информации И, в частности, можно найти общину, в которой родился Ян Фабрициус И вдруг узнать, что при рождении в документах, по крайней мере, его фамилия вовсе не Фабрициус А фамилия его – Фабрича Очень похоже Почему так могло быть? Вот теперь я это буду изучать Для меня это в настоящий момент очень интересный У обоих была такая фамилия? Пока я нашел только Яна Фабрициуса Нашего героя гражданской войны У Фрицевича Но все остальные его родственники По тем книгам Такая итальянская какая-то Тоже Фабричи Но Фабрициус, начнем с того, что, да, это действительно фамилия латинского происхождения Очень многие люди в свое время, когда была латынь, это был язык, который знали только некоторые Облагораживали свои фамилии и брали их себе на латинский манер Например, человек, который был, если я не ошибаюсь, это кажется плотником То есть по-латински Фабр Он себе брал латинизированную фамилию Фабрициус Явление можно продемонстрировать на таком отвлеченном, вроде бы не связанном с Латвией, примере Мы все знаем неандертальцев Ветвь человечества вымершая Неандерталец – это буквально в переводе человек, живший в долине Неандр Потому что там были первые находки этих ископаемых людей Неандр – это человек, который жил в той долине, по которой ее так назвали Это был церковный деятель и музыкант Но изначально его фамилия была Нойман, то есть новый человек Он решил, что быть Нойманом как-то ему не с руки Он уже человек образованный, возвышенный Поэтому он взял и перевел ее на греческий И стал Неандр – новый человек Ну, по-русски, наверное, литературно мы перевели как Новиков Так вот, может быть, пастор посчитал Негоже быть крестьянину Фабрициусом Потому что Фабрициус – это очень благородная фамилия Многие генералы в Российской империи ее носили Голландский художник, там шведские какие-то культурные деятели Может быть так А может быть, действительно, у них была фамилия Фабричи Но он потом решил ее облагородить под Фабрициуса более звучное Для меня сейчас это вызов Мне интересно это изучить И впереди у меня, вот когда будет свободное время Поизучаю и, во-первых, хочу понять, когда Фабрициус Именно Фабрициусом перестал быть Фабричи А второе, в какой же они степени родства находятся Вдруг они родственники, эти Фабрициусы Может быть, троюродные братья Может, даже двоюродные братья Вот будет очень интересно узнать И окажется, что два Яна Фабрициуса Два героя, связанные с нашей и русской, и латышской историей Один героически погиб на фронте под Ригой Другой героически сражался на фронтах гражданской войны А они, оказывается, родственники Вот как интересно получается Тезки, однофамильцы в одно время действуют И совершают героические поступки Мы приглашаем радиослушателей звонить в студию по телефону 672-12-93-9 672-13-93-9 Возможно, у вас есть вопросы какие-то по военной истории На которые мог бы ответить Александр Ржавин Или по вашей родственной какой-то линии По биографиям ваших родных Которые, может быть, вы хотите установить И вам нужна консультация Может быть, Александр смог бы вас проконсультировать Ответить вам на эти вопросы Но история вообще гражданской войны и латышских стрелков Это очень интересная история Потому что действительно Страну как бы разметало в разные концы И, кстати, латышские стрелки отметились на Сахалине Не только через Яна Фабрициуса Но и через другого деятеля Который как раз устанавливал там советскую власть И вел переговоры о том Чтобы забрать часть территории острова от японцев То есть, эту историю вы тоже, кстати, рассказали После вашей этой командировки на Сахалин И это тоже, наверное, интересно было бы нашим радиослушателям узнать Ох, командировка громкое слово Нет, это была просто туристическая поездка На самом деле, эта тема далекая от нас географически И я даже скажу сразу, что Да ладно там Сахалин Один из первых, кто устанавливал власть советскую на Камчатке Был латышом Один из начальников Чукотки был латышом То есть, история эта крайне интересная И там мы можем уйти на многие часы рассказывать То есть, можете представить, знаменитый фильм «Начальник Чукотки» Конечно, он в комическом ключе Оно в добром комическом ключе показывает Как установилась советская власть на Чукотке В реальности все было гораздо трагичнее Но даже там были латыши Латыши были среди 26 бакинских комиссаров То есть, где они только не были Но если возвращаться к латышским стрелкам В связи с Латвией и с тем, как нас раскидало по разные стороны Можно, например, сказать про другое исследование Которое я смог завершить благодаря изучению архивов Это, например, фамилия Лаубе Архитектор известный наш, эйжен Знаменитый эйжен Лаубе Национальный романтизм Сколько здесь построек в Риге До сих пор сохранились Санаторий Кемери Да, санаторий Кемери, который до сих пор все пытаются отремонтировать И жду то время, когда же наконец эта жемчужина будет открыта И мы можем насладиться ее и без забора Посмотреть, как она выглядит И вот, что интересно Гражданскую войну в России Также прославился красно-латышский стрелок По фамилии Лаубе Ян Лаубе Он служил в 6-м Тукумском латышском стрелковом полку Потом в 6-м Торошинском латышском стрелковом полку Воевал на Урале Возможно, он был, кстати, одним среди тех Кто последним видел в живых императора Николая II Не исключено Потому что... То есть он был в охранной команде Ипатьевского дома? Он был в 6-м Торошинском полку Который летом 18-го года был перемещен из современной Псковской области в Екатеринбург И да, некоторые латыши, латышские стрелки Возможно, привлекались в том числе и к охране царской семьи Но за несколько дней до расстрела царской семьи Их отправили на фронт всех Почему? Было наступление белочехов Екатеринбург в любой момент мог пасть Ну, что, собственно, и стимулировало эту расправу Да, чтобы предотвратить захват Екатеринбурга Латышских стрелков отправили воевать против белочехов Было ужасное сражение Ну, Лаубе все-таки выжил Хотя там огромные потери понес Старушинский полк Но в этой связи вдруг выяснилось Что в одной из биографических справок по нему было написано Он родственник архитектора Лаубе В одном случае было написано И дальше загадки В одних источниках пишут Чуть ли не родные братья Ну, ничего себе, бомба Можете себе представить, если родной брат архитектора Который довольно националистически имел взгляды А его родной брат вдруг красно-латышский стрелок-интернационалист Другой источник говорит Нет-нет, двоюродные братья Ну, да, уже родство более-менее дальнее Третий источник вообще сказал Интересно, дядя племянник Я посчитал, ну, удивительно Почему такой знаменитый человек, вот наш архитектор В какой же степени родства с ним находится Не менее знаменитый в советское время Красно-латышский стрелок Лаубе Обращаюсь в архив Исследую метрические книги Исследую, что немаловажно, ревизские сказки Которые дают нам там полный состав Людей, которые платили налоги во времена Российской империи В какой-то там определенный год Было несколько ревизий населения Сопоставляю это И передо мной открывается удивительная история Того, как вообще формировались у латышей фамилии Насколько этот процесс похож С тем, как это происходило в то же самое время в России И чем он отличается от того, что происходило в России Изначально крестьяне все были бесфамильные Либо, если же у них были фамилии Но раньше и князья были бесфамильные Это уже совсем глубокий процесс Это мы не будем к этому приходить Сейчас вернемся именно к нашим латышам К крестьянам И изначально они были либо бесфамильные Либо, если даже были какие-то родовые прозвания То документы их отказывались фиксировать Крестьянам не положено Особенно, если это крепостные крестьяне Но, как мы знаем, в начале XIX века Русские цари освобождают Оздейских крестьян от крепостной зависимости Они становятся лично свободными И к чему это приводит? Что в каких-то документах они уже могут Указывать свою фамилию И вот один крестьянин, живший под Смилтоне Выбрал себе фамилию Он стал, что он жил на хуторе Люлле И он решил, что Люлле Это теперь не только хутор, где он живет Но это и его родовая фамилия И шестеро братьев крестьян, его сыновей Берут себе эту фамилию Точнее, не все, а некоторые из них А некоторые не брали Почему? Их еще до того, как крестьянин зафиксировал свою фамилию в документах Взяли в рекруты А в рекруты их взяли, очень интересно, когда? 1812 год, 1813 Возможно, они были среди тех русских чудо-богатырей Которые воевали под Бродино, под Ляйцегом Брали Париж и так далее То есть русская армия Это не значит, что там служили только русские Там служили выходцы из крестьянского сословия Из многих частей империи Отлично, появляется фамилия Люлле Ну, какая связь с Лаубе? Потом один из этих Люлле Настолько разбогател, поднялся А как вы вырулили на эту Люлле? Обратный был процесс, точнее Я шел изначально, погружаясь вглубь То есть вы знали, где родился условно Эйжин Лаубе? Зная приход Изучаю метрические книги И по ним смотрю дату рождения Кто его родители Дальше примерно отматываю на 20, 25, 30 лет назад Ищу, когда родились родители И так дальше, дальше вглубь И результат постоянно сопоставляю с ревизскими сказками Которые дают срез одномоментный Которые сразу дают состав семьи А как часто ревизские сказки составлялись? Ой, они составлялись от случая к случаю Когда стране было нужно посчитать Сколько вообще налогоплательщиков Очень часто это было, что перед войной, например Вот перед войной 1812 года была проведена ревизская перепись Которая Вообще где-то примерно считалось, что раз в 20 лет ее проводили Но это не было регулярно Ревизские сказки связаны были с налогообложением И если мы вспомним там мертвые души Гоголя То помещик должен был платить за своих зависимых крестьян Или там кого Ежегодную какую-то пошлину И соответственно, если человек умер То пошлину за него все равно платить надо До тех пор, пока не будет проведена следующая ревизия Что собственно Чичиков и делал Он скупал этих мертвых душ Для того, чтобы их заложить Потому что это было как имущество Ну хорошо, повернемся к ревизским сказкам Главное, что они нам дают очень много подробной информации Мы там сразу видим весь состав семьи Кто глава семьи Его жена Дети Их возраст Когда они куда переехали Или вот забрали их в рекруты И вдруг через пару ревизских переписей Один из люлей берет себе фамилию Лаубе Он разбогател Он поднялся И он решил, что не гоже ему какую-то смешную фамилию иметь А Лаубе это красивая немецкая фамилия Хотя в переводе она значит беседка И вот такая архитектурная фамилия Под которой внук этого крестьянина Лаубе Который при рождении был не Эйжен Лаубе А Рихард Ойген Лаубе Он так записан в метрических книгах В русском Когда по-русски писали Ойген это Евгений? Да Эйженс Эжен и так далее Но, как видим, первая часть имени Почему-то Эйжен Лаубе не понравилась И он выбрал себе вторую часть своего имени И говорил И использовал его исключительно на латышский манер И вот исследуя эту ревизские дальше сказки Метрические книги Устанавливаю, что красный латышский стрелок Его троюродный брат Все, точка теперь в расследовании есть Теперь можно исправить все источники Родители разбогатели более-менее одновременно Предки Их предок разбогател Предок разбогател Один из них сыновей этого Лаубе Который Дав Лаубе То есть Давид Лаубе Он разбогател А один из них переселился Жил в имении Он там Он детям, кстати, давал довольно немецкие фамилии Имена очень там Йохан Рейнгольд Эдуард Густав В общем, очень красиво Карл Теодор, который был отцом Рихарда Ойгена То есть, вероятно, он в какой-то момент считал, что Лучше так походить на немца, чтобы выглядеть респектабельно То есть, что это было распространено, да А вот один из его потомков сказал Нет-нет, я латыш Азианс И вот Хотя при этом он не сменил фамилию на латышскую А это было тоже по ветре Да, это было по ветре И вот чем отличается вообще вот этот процесс От того, что был в России и в Латвии В России точно так же крестьяне со временем Когда они освобождались Получали фамилии в ревизских сказках Или при переписи населения в 1897 года Они уже начали себя записывать не по имени, отчеству Там не Иван Петров А Иван Петров там Красноперов Там Тимофей Сидоров Кольцов Уже появилась фамилия Ну, то есть, Тимофей Сидорович Да Дело в том, что отчество на ВИЧ Изначально это было привилегия высшего сословия дворян Крестьян не было отчество на ВИЧ Только ОВ Иван Петров Это на самом деле то, бы мы сейчас назвали Иван Петрович Так вот На Руси так все фамилии сложились Крестьяне ими обзавелись Уехали в город и живут И не меняют уже дальше Только если какие-то обстоятельства А в Латвии в 20-е и 30-е годы Люди, многие латыши решили, что Я латыш, но почему у меня фамилия немецкая? Давайте я поменяю фамилию на латышскую И вот в Латвии был процесс, когда очень многие люди, которые носили немецкие фамилии Либо фамилии, которые им казались немецкими Или славянские, кстати Они их меняли на латышские Вот простой пример У нас есть в скульптуре, в нашей латышской, знаменитые три «З» латышской скульптуры Зала, Зэмдега и Залькалн Ирония в том, что только один из них «З», то есть по его первой букве фамилии «Зала» Или как его еще во времена Российской империи называли «Залита» Любой, кто опять будет изучать метрические книги, если он будет искать в древности фамилию Залькалн или там Зэмдега Он не найдет их Почему? Потому что Залькалн изначально при рождении был Гринбергом Но в 1914 году началась Первая мировая война Быть немцем как-то, наверное, не очень красиво И он свои произведения начинает подписывать как Залькалн То есть буквальный перевод его фамилии И уже только в 1930 году он узаконил свой псевдоним и стал фамилией Залькалн С Зэмдега еще интереснее Кажется, это было в Цырове Я искал могилу жертв нацистов на гражданском кладбище Но мое внимание привлекло также другое захоронение Очень такое красивое, трогательное Значит, мама-папа похороненная Посередине их ребеночек умерший Но у ребенка фамилия Бауманис Бауман А у родителей фамилия Зэмдега Как так? Как так может быть? И вдруг начинаю выяснять, что да, в тот момент Вот несколько родственников Бауманисов А это был 1935 год Решили, чтобы показать, что мы латыши Мы живем в латышской Латвии Это же времена Ульманиса И получили какие-то преференции Решили, а давайте мы не будем больше Бауманисами Распрощаемся с немецким прошлым даже в нашей фамилии И станем Зэмдегами И вот получилась такая картина, что ребенок умер до 1935 года И он похоронен как Бауман А его родители, которые скончались позже Они уже похоронены под фамилией Зэмдега То есть вот очень такой интересный был процесс До чего доходило, что некоторые фамилии Даже было уже под конец запрещено присваивать себе Потому что очень много стало людей по фамилии Селга Очень много людей стало по фамилии Дзинтерс И мне попалась на глаза публикация весны 40-го года Совсем недалеко до советизации Где был перечень фамилий, которые Так, дорогие латыши, вот эти фамилии мы больше не регистрируем Пожалуйста, выбирайте себе какие-нибудь другие То есть можно было вообще, грубо говоря, от фонаря Себе фамилию придумать Без прямой транслитерации Гринберга Назалькална, например А ну просто вот понравилась фамилия И я так называюсь Да, то есть были варианты буквального перевода Например, Шонберг перевел себя и стал Скайслаукс, буквальный перевод А был какой-нибудь человек по фамилии Лавринович И решил, ой нет, Лавринович как-то в Латвии Белорусское что-то Как-то что-то не то И он стал дзынтерсом каким-нибудь О, отлично И как знать, может быть наш дзынтерс является родственником того самого Того самого Лавриновича Да, но мне он не интересен Мне гораздо интереснее другие люди Вот возвращаясь дальше Ладно, мы устанавливаем как фамилии возникали Но мы можем устанавливать и многое другое Например, даже национальность Хотя, казалось бы, в документах 19-го, начала 20-го века Национальность не писалась В империи было гораздо важнее Кто-то по религиозной принадлежности И, соответственно, метрические же книги Это опять-таки церковные книги Но они велись не только в церквях И в синагогах были метрические книги И в мечетях Многие до нас дошли И очень интересно, опять же, смотреть на тот процесс Как бы сейчас сказали Русификации ужасной Или интеграции Лютеранские книги метрические 19-го века Все на немецком языке Или часть на латышском языке А вы владеете немецким, кстати? Основы – да Поэтому я могу читать документы Беседовать – нет, к сожалению Но для того, чтобы понять общий смысл документа Да, это я могу Потом, если вдруг что-то я не понял Я обращаюсь уже к специалистам Которые меня переводят Но в метрических книгах язык, поверьте, простой Профессии, степени родства Место рождения Обстоятельства смерти Это не так сложно все понять Но, тем не менее Хоть приходы были интернациональные Но все равно было определенное деление Что, например, этот лютеранский приход немецкий Там богослужение ведется на немецком Там немецкий пастор И в основном немцы ходят на богослужение А вот этот приход лютеранский Но все-таки латышский Потому что там и богослужение на латышском И пастор из латышей вообще на самом деле И прихожане почти все латыши И в связи с этим можно, например Вспомнить фигуру Макса Рейтерна Это был самый высокопоставленный Латышский военачальник в Советской России ДНР вообще за всю историю латышского народа Он умер в 50-м году в звании генерал-полковника Других латышей в таком звании я просто не знаю Соответственно Очень интересно было изучить его биографию Почему? Например, небезызвестный предатель Резун В одной из своих книг его там записал в немцы Или еще такой момент В русском интернете указана одна дата его рождения Была до недавнего времени А я посетил его могилу в Москве И там вдруг вижу совсем другой год Который выбит на памятнике Это вызов выяснить Так все же он немец или нет И когда же он наконец родился Обращаюсь к метрическим книгам Раз Но, во-вторых, я параллельно веду поиски По другим источникам И что я выясняю? Долгое время считалось И до сих пор в России Многие считают, что Макс Рейтерн родился в 1886 году Я начинаю прикидывать Наверное, на столетие были какие-то интересные события Действительно, на столетие со дня рождения В Советском Союзе был установлен памятник Рейтерну В месте его рождения Он родился недалеко от Венспилса Хутор Мельти Отлично ему там был поставлен памятник В том сельсовете, где он родился Фабрициус, кстати, тоже из тех мест Примерно из тех мест Он чуть-чуть дальше Злекас Значит, о, как интересно И вдруг нахожу публикацию Где как раз архивные работники Того времени пишут Вы знаете, ошибочка получилась Мы считали, что он родился в 1886 году Но мы изучили метрические книги И я это проверил И действительно, они абсолютно правы Но в этот год родился совсем другой Рейтерн Его старший брат Кристо А сам Рейтерн родился в 1891 году Почему он себе прибавил несколько лет? Как знать? Может быть, ему это было нужно для того, чтобы скорее поступить в армию Он хотел делать военную карьеру Начал еще и во времена Российской империи и так далее То есть, очень будет тоже интересно выяснить Ну тогда, в 1986 году решили Отлично Значит, мы в этом году отметили 95 лет со дня рождения Давайте через 5 лет отметим столетие Ну а через 5 лет, извините, 91 год Третий Атмада И уже все забыли Рейтерна И памятник больше ему не стоит в том месте Не знаю, какова судьба Что, сломали? Я не знаю, какова его судьба Мне было бы интересно это выяснить Может быть, его перенесли куда-то с глаз долой Может быть, действительно вообще Может, внутрь какого-то помещения забрали Может, еще куда переместили Надо будет выяснить Очень интересная судьба Хотя, казалось бы, латыши должны гордиться Самый высокопоставленный военнослужащий за всю историю латышскую Мне было бы, например, очень интересно Изучать его Так вот, но дальше Изучая его корни И выясняется Его предки родились в другом месте Из-под Кулдиги они переехали Но они жили в том приходе Который условно считался латышским приходом И поэтому, опять-таки Несмотря на то, что он носит фамилию Рейтерн Которая немецкая В переводе, кажется, значит всадник Он все-таки из латышей Ну, опять-таки, мы видим Что раньше многие латыши брали немецкие фамилии И ничего в этом удивительного нет Но Вот мы часто упоминаем немцев Конечно же, мы вспомним Что у нас есть выдающиеся представители Латвии Не только латыши У нас ведь на самом деле Латвию современную прославляли Представители самых разных национальностей Если я не ошибаюсь Когда-то там недавно Буквально был опубликован список Из десяти выдающихся латвийцев Которые прославили Извините, из них получается Что восемь с половиной Это не латыши Потому что один из них там Наполовину латыш Наполовину евреи И остальные все там Представители других национальностей Ну, и это нормально Все страны раньше были на самом деле Этнически перемешанными Это вот национальные государства Когда появились Это на самом деле И хорошо, и плохо Плохо в том смысле Что произошли этнические чистки Где-то кровавые Где-то менее кровавые Через ассимиляцию насильственную И у нас поэтому сейчас Более-менее, да, границы такие Казалось бы Чуть-чуть четкие Раньше такого не было Так вот У нас на территории Латвии Жило очень много немцев Как мы знаем В Риге Памятник Опять-таки Одному из самых прославленных Военных деятелей 19 века Родом из Прибалтики Из современной Латвии Барклай де Толли Ой, огромное спасибо Гомбергу И сотоварищей Которые его восстановили Это здорово Но мало кто знает Что В том же самом месте Но зеркально То есть не справа От Христорождественского собора А слева Если смотреть на него Планировалась вторая скульптура Ну, как мы знаем Санкт-Петербург Казанский собор Кто там? Барклай де Толли И Кутузов Два самых главных победителя Наполеона Это справедливо А в Риге решили А давайте мы Возле Христорождественского собора Очевидно, как я сейчас предполагаю Установим Примерно по такой же аналогии Но скульптуры Двум выдающимся уроженцам Прибалтики Знаменитым военным деятелям Понятно Барклай де Толли Победитель Наполеона А кто второй? О, сейчас мало его кто знает А в 19 веке В начале 20 века Это была звезда Эдуард Татлебен Выдающийся фортификатор Герой Крымской войны Тот, кто спас Севастополь От его быстрой захвата Западными союзниками И с другой стороны Герой русско-турецкой войны 1877 года Тот, кто благодаря своим Фортификационным способностям Наоборот взял штурмом Точнее взял плевну Не штурмом А взял ее через осаду Которую он правильным образом вел Когда наши войска К сожалению В ходе нескольких атак Бесплотных и кровопролитных Не смогли взять город Татлебен устроил правильную осаду Плевна пола И фактически это было Окончание войны Он был звезда просто Он похоронен в результате В Крыму рядом со своими Боевыми товарищами Хотя он умер гораздо позднее Но вот решили, что Он должен быть похоронен там Ему были многочисленные памятники В Болгарии его чтят Как одного из выдающихся Освободителей Есть даже населенный пункт Названный его городом Думайте, в Болгарии Есть поселок Татлебен В Латвии же его забыли Напрочь, он немец Но В начале 20 века Когда вот Латвия Стал независимой Стали латышизация улиц Там фамилии, всего Но был один общественный деятель Краевед тоже Вот не буду сейчас врать К сожалению, запамятного Имя, фамилия И он пытался сказать Люди, давайте не будем забывать Татлебена Ведь он на четверть наш латыш Есть предание о том Что в Кандове Было бракосочетание Его бабушки и дедушки Его бабушка была латышкой Это действительно на самом деле Было бы интересно Если так Что во, поймите Вау Оздейский немец Но у него, оказывается Есть латышские корни В том числе О, как это интересно исследовать Начинаю Обращаюсь к метрическим книгам Обращаюсь к ревистским сказкам И что выясняется Официальная биография Графа Татлебина Говорит О, он представитель Боковой захудалой ветви Тюрингского дома Графа Татлебина О Татлебинах Татлебинах в истории России Благодарность Благодарность за его Выдающиеся заслуги А тот Татлебин Был по рождению Татлебин Вот начинаю следовать Ревистские сказки И что я вижу Ну, Татлебины были В податном сословии А это значит Что, скорее всего Дворянами они не были И значит Что, скорее всего Не были они Родственниками Тюрингскому дворянскому роду Потому что Более того Дедушка Графа Генерала Фортификатора Татлебина Был латошником Жил в сабиле Но при этом Судя по косвенным данным Он все-таки Был немцем И далее Что интересно Начинаю копать А что же На его латышской бабушке Мама Татлебина Была урожденная Цандер Тоже фамилия Звучная И, как оказалось Далеко не случайно Сразу Ассоциация Это не просто случайность Это закономерность Которые у нас всплывают Когда мы слышим Фамилию Цандер Так вот Его мама Цандер Одна из бабушек Была действительно Не была немкой Точнее Даже не бабушка А прабабушка То есть нет Все его дедушки Бабушки Судя по циклам Они немцы Вы глубоко копаете Вы прям Прабабушек Смотрим дальше В том же Сабила Жило на самом деле Огромное число немцев С удивительными немецкими фамилиями Орловский Соболевский И так далее Которые казалось бы Они немецкие Что мы Благодаря метрическим книгам Видим Что представление о том Что все поляки католики Ну это обывательское представление На самом деле Очень большое число поляков Были протестантами В том числе и лютеранами И попадая в немецкую среду Через браки Они очень быстро Они мечевались Но эти браки Были очень легкие Потому что Единоверцы Быстро заключались И так далее И поэтому Большое число Где-то порядка 10-15% немцев В Сабила и Кандове На самом деле Имели польские корни Так вот Прабабушка Одна из прабабушек Татлебина Носила чудную немецкую фамилию Янцевский Ну понятно Что скорее всего Она из польских лютеран То есть Удивительно Что Татлебин Все-таки имел Какие-то польские корни Помимо немецких Но дальше Цандер Вот как интересно У нас Есть Цандер знаменитый Наш латвец Да Ракетостроитель Да Это один из Выдающихся деятелей Для космонавтики Для Всемирное значение Имеют его Труды Думаю Уж не родственник Леон Цандером А сомнения были Потому что Ой не родственник Леон Татлебином А сомнения были Почему Потому что Раньше фамилии Не были устоявшимися И в одних источниках Человек Цандер Других Зандер И попробуй пойми Как правильно Но копаю метрические книги И выясняю удивительно Что и Татлебин И Цандер Действительно Родственники между собой Кровные родственники Причем дважды родственники С одной стороны У Татлебина Урожденная мама Цандер И она является Старшей сестрой Одного из предков Ракетостроителя Цандера С другой стороны У Его вот этот предок Цандер Женился на родственнице Татлебина И его предки Тоже были Татлебины Поэтому в фортификаторе Татлебине Есть кровь Цандеров Которые жили предки В Кандове когда-то А у ракетостроителя Цандера Есть среди предков Сабельские Татлебины Вот такая вот Между ними получилась связь Связь получилась Через в том числе И семью Рейнеке Опять интересный момент У нас в Риге похоронен Донской казак Анатолий Рейнеке Фамилия вроде странная Не Донская И так далее Для донских казаков Выясняется Это рижанин Папа немец Мама русская Он по законам Российской империи Поэтому был православным Поэтому считал Православный Ну все Такой же русский Как и все остальные И он выбрал себе службу В донском казачьем полку И погиб Будучи донским казаком Хотя среди предков Его донских казаков Не было И вот мне интересно Теперь выяснить А был ли этот Рейнеке Родственником Рейнеке Которые являются Общими родственниками Для Цандера и Татлебина Получилась бы Очень интересная Вообще такая История вот Оздейских немцев Которые нам дали Таких выдающихся Представителей Но пока я не нашел связи Которая бы подтверждала Родственники Это или нет Почему? А потому что Не все документы Сохранились И вот это самая Большая для нас беда Что гибнут документы И мы порой Не можем 100% сказать Родственники ли эти люди Или же они просто Однофамильцы Александр Такой практический вопрос Эти метрические книги В цифровую среду Заносятся на оригинальном языке Или с переводом каким-то Ну то есть Допустим Метрические книги На немецком Они заносятся на немецком И написание Наверное Немецкого Там Латышского Там Русского Оно же отличалось Там в 19-18 веке От нашего нынешнего Вот Как Это Ну чисто Практически Выискивается В этой среде То есть Вы заходите на этот сайт Раду Раксты И смотрите Там Ищите какую-то фамилию Там могут быть Там Цандер И Зандер Записан Совершенно по-разному И потом На каком языке И как это Как вообще Это Поисковая система Включается И работает Очень правильный вопрос Значит Сам интерфейс Там На латышском Но есть возможность Его и на нескольких Других языках Посмотреть А метрические книги Это В данном случае Просто как Картинки Как фотографии Образ Вот как она есть Так ее сфотографировали Поэтому Текст на нем Конечно может быть На самых разных языках В зависимости от периода Или от конфессиональной Принадлежности И даже по фамилии Искать невозможно Значит Есть у нас Сайт Циллскоки.лв Где Энтузиасты Некоторые имена Пытались Вот расшифровать И переписать Циллскоки Циллскоки Даже Облегчено тем Что тебе не нужно Идти в архив Но все равно Это нужно засесть И копаться И листать Страницу за страницей Чтобы разбирать Эти почерки Почерки порой Просто отвратительные То что там В 18 веке Как писали Извините Как курица лапа Это еще просто Мягкий комплимент То есть даже Не проблема В разных языках Очень легко Понять эту терминологию И заучить И понять О чем Большая часть Стандартная информация Заполнена Но разобрать Почерк порой Это ужасно Вот возвращаясь К Татлебинам В одной ревистской сказке Самый ранний Которую я нашел На территории Латвии В которой фигурирует Эта фамилия Он там так записан Что порой даже непонятно А Татлебин он Или Татлебер И теперь конечно Интересно найти Другие документы Чтобы понять А вдруг он на самом деле Это был вообще Татлебер Это семья И тогда они себя Татлебинами Просто так решили Облагородить Чтобы быть похожими На того выдающего Как версия Вот если понять Что это действительно Буква Р Будем искать другие документы Найдем наверное И поймем Нет Это здесь просто была описка Здесь просто почерк такой Что чуть-чуть им не хватило Эту галочку довести Чтобы Р Латинская Стала похожа на букву Н Как знать Поэтому нужно привлекать Другие источники Поэтому Очень хорошо Если те люди У кого корни на территории Современной Латвии Знают своих предков Родившихся до революции И знают место И примерное время В которое они родились Если вы знаете место Вы можете понять Какая И конфессиональная принадлежность Вы можете понять О какой церкви идет речь Соответственно Заходите На Раду Раксты Там Все церковные книги Разделены По конфессиональной принадлежности Ваши предки лютеране Ищите здесь Ваши предки православные Ищите здесь Ваши предки иудеи Ищите здесь Отлично Заходите Выискивайте Тот самый приход Открываете И год за годом, особенно если неизвестно точное дата рождения, просто, что называется, сидите и постранично листаете и читаете так, Иван Петров, Иван Сидоров, о, вот он мой Иван Матвеев, вот это он, начало 19 века уже, скорее всего, будут и фамилии, соответственно, о, вот он по фамилии, вот он мой, отлично, чем метрическая книга хороша, указан папа, указан мама, указаны крестные, которые в то время, скорее всего, в большинстве случаев были также какими-то родственниками, в разной степени родства. Это могли быть и бабушки с дедушками, братья, племянники, дяди. То есть, восприемники, они назывались. Да, могли быть двоюродные братья, в любом случае это тоже очень интересно отметить. Да, это могли быть иногда друзья, это могли быть какие-то уважаемые люди, которых было почетно пригласить в крестные, но это могли быть, скорее всего, родственники. Поэтому вот эту всю информацию выписываете и начинайте дальше искать. Если родители, в родословии обычно считается поколение, это в среднем 25 лет, вы хотите копнуть дальше, вы прибавляете 20 лет и опять плюс-минус там несколько лет и сканируете и смотрите. О, можете найти такую информацию. Значит, метрические книги обычно, если берем о христианских, они состоялись из трех частей. Первая – о родившихся. Вторая – о бракосочетавшихся. Третья – об умерших. И они дают очень много информации. Бракосочетали – о, там тоже есть свидетели при бракосочетании. Если вы знаете, когда родился ваш дедушка или отец, то вы можете представить, когда примерно вышла замуж бабушка за дедушку и, соответственно, на год условно отмотав, посмотреть данные о бракосочетании каким-то образом, таким способом тоже выйти. И дальше идете вглубь. Еще лучше, если удастся найти данные, которые, к сожалению, не в полном объеме сохранились, по первой переписи населения в России в 1897 году. Они, как и ревистская сказка, но только они взяли все сословия, не только податные, но и неподатные, под Боряном там тоже есть. И полный состав семьи, полный состав жильцов в этом хозяйстве, то есть не обязательно там семья. Вот, например, попались недавно, к счастью мне, переписные листы, в которых фигурирует наш знаменитый рижский Шерлок Холмс Кашко. Ух ты, он жил одно время в Риге, он здесь провел очень много интересных расследований. И вот переписной лист на его семью, где указан он, его жена, дети, родственники жены, нянечка, которая там жила. Их информация очень интересная. Где родился, какой основной род занятий, какой вспомогательный род занятий, уровень грамотности, родной язык, вероисповедание. Потрясающая информация, которая позволяет потом дальше искать, кому интересно, боковые ветви какие-то или еще дальше вглубь идти. Кстати, с этим Декашко тоже интересная. Ну, Декашко его потомки так стали зваться. С этим Декашко интересный вариант. То есть, место рождения указаны были самые разные в интернете. Есть версия, которая наиболее, там, большую часть исследователей разделяют. А почему-то в переписном листе, если я не ошибаюсь, он написал, что родился в Могилеве. И вот интересно, почему он так написал. Он действительно считал, что он родился в Могилеве. У него были какие-то документы, он знал четко, что он родился там. Или просто по каким-то причинам он решил, что лучше выбрать губернский город или какой-то себе причины, чем какой-то там провинциальный город. Очень интересный источник, который нужно дальше расследовать и так далее. Ну, я могу сказать только одно сейчас. Очень интересно вы рассказываете, Александр. Я могу сказать только одно, что, наверное, все-таки, хоть вы и не считаете себя историком, и не пишете научных статей, может быть, вот в таких статьях есть какая-то необходимость, потому что реально вы вводите в научный оборот документы, которые ранее нигде и никем не цитировались, и которые должны как-то дойти до следующих поколений историков не через ЖЖ, не через живой журнал, который вы ведете, и не через Фейсбук, а все-таки в каком-то более солидном формате, и я бы хотела, может быть, вам пожелать, чтобы такие статьи вы готовили и публиковали. У нас сегодня в программе очевидец был краевед Александр Ржавин. Он рассказал нам истории взаимоотношений и связей родственник в том числе между такими людьми, как фортификатор Татлыбин и ракетостроитель Цандр, о связях Эйжина, Лаубе, архитектора и латышского стрелка, о настоящем Яне Фабрициусе и многих других вещах, которые очень интересно будет, наверное, многим послушать еще раз. Если вы зайдете на сайт YouTube и наберете очевидец Александр Ржавин, вы сможете эту программу посмотреть еще раз. Спасибо, Александр, за участие и всего доброго. Спасибо вам, что пригласили.